Итак, второй бой в матче Дэви, вот она, на сей раз Дэви играет за Армению, вот он за Карфаген, решил, скорее всего, мастер-класс провести Дэви игрой за Армению. Итак, давайте начнем с состава как раз-таки у Дэви. Знатные конные лукари, просто шикарнейшие ребята, бронированные тяжелые конные лучники с броней 90, урон 40, достаточно медленный, но весьма-весьма эффективный в умелых руках, их три штуки в составе у Дэви и ударная кавалерия. Персидская конница, она довольно-таки дешевая, но я ее, честно говоря, не люблю, не вижу смысла брать вот это вот говно персидское, когда есть хорошие восточные катафракты. Четыре штуки вот этой вот самой персидской конницы в составе у Дэви, по две штуки на флангах, один отряд наемной каппадокийки, стрелки, два отряда восточный лучник и восточный прачник. Генерал на фланге, достаточно редко такое бывает, обычно его ставят по центру, в тылу, знатный копейщик, дальше у нас пехота, картлийский топорник, картлийский топорник, восточный копейщик, картлийский топорник, картлийский топорник. И вот, собственно говоря, и весь состав. Очень, на мой взгляд, правильно. Вот здесь я забыл сказать, что еще один отряд горцев в тылу стоит. Очень правильно. Пытаться перерубить карфаген пехотой смысла особого нету. Карфаген нужно растаскивать именно своей кавалерии. Давайте посмотрим, что взял на этот раз. Вот он. Конница, карфагенская кавалерия, карфагенская кавалерия, наемные конные скутарии, один фланг, второй фланг. Карфагенская конница, наемные конные скутарии, генерал-тираханители полководца и наемная компанская кавалерия. Очень дорогая, весьма эффективная, если ее правильно юзать. Пехота, первая линия. Ливийские гопники, ливийские гопники, ливийские гопники, ливийские гопники. Пельтостеры, четыре отряда ливийских пельтостеров, наемные сомниты и мечники. Ливийская пехота, ливийская пехота, наемные сомниты, наемные сомниты. какие-то здесь перестроения предпринимает вот он очень широко он построился так, раскинул войска, прикрывает фланг ливийским гопникам и ливийским пельтостерам, но на самом деле вот этот тяжелый Х, если их развести и поставить их вокруг вот этого вот копечка, они его расстреляют в принципе за пару секунд, 2-3 залпа и вот этот отряд будет моментально уничтожен маневрирует здесь своими хашками, не хочет их заливать, давайте поставим обычную скорость уже со старами разобрались будем смотреть, что здесь будет происходить не решается активно здесь маневрировать своими так твою мать забыл ладно, пофиг первый бой будем смотреть значит будете смотреть без звука во втором бою уже с музончиком так, что здесь ну, он пытается прикрываться но на самом деле во время вот таких вот маневров подставляет жопешник наемный ливийский гопник и это плохо но на самом деле смысла нету, вот этими тремя хасками сначала можно расстрелять один унит, потом добраться до второго и так постепенно разбирать фланг, а вот так вот выцеливать там какой-то один отряд это особого смысла нету, хотя вот здесь допускает ошибку на мой взгляд вот он, юнит находится в движении когда он в движении получает больше дамага на самом деле от стрелков потому что ему там прилетают в разные интересные места но вот здесь обстрел идет с правого плеча юнитов поэтому вот здесь сейчас в жопу будет обстрел с правого плеча когда идет обстрел там у юнитов или с левого ну в общем там идет обстрел сейчас с той стороны где щит находится у юнитов с левой стороны и поэтому дамага они получают меньше поэтому хашки всегда ставят именно на левом фланге чтобы обстреливать незащищенную щитом сторону юнитов подавлю, ну здесь как и в прошлом бою вот он менее активен более активен вот здесь пошла персидская кавалерия нет, 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 чувак, чувак, чувак сейчас пилумы одноемных сомнитов да, вот здесь очень хорошо перехватывается натиск пилумы и встречный натиск но здесь застревает кавалерия в своих же войсках очень ой-ой-ой-ой-ой но не знаю, не знаю начало безусловно не в пользу Дэви вот здесь будет разобрано все это дело все, всю кучу, просто все что есть просто вот эти три отряда дубасят одного бедного персидского гоплита игнорят генерала копейщика, который вгрызается здесь в задницу наемным сомнитом пытается здесь бедной персидской кавалерии найти цель Дэви но не получается здесь почему-то конница своей чаржит вот он, это неправильно надо беречь конницу в матче против Армении но он жертвует ее наемных скутарьев жертвует чаржится в кахлистских топорниках кахлистские топорники тяжелая пехота она не так сильно страдает от этого натиска а вот наемные скутарьи потеряли половину численности и натиска не погасили у топорников топорники заходят с чаржа еще вот здесь щелочку прорывается ой-ой-ой-ой-ой-ой что тут творит дэви своим топором в наглую зашел вот видите здесь стоят и в тыльную сторону расстреливают наемных сомнитов какой-то сумбур здесь на мой взгляд присутствует в игре Закарфаген Да, ну вот здесь Сейчас возможно зайдут Наемные левицы, но в кого они входят? В восточных копеющих Это такое мясо, которое стоит и Выполняет роль Такого деревянного заборчика За которым стоят эти стрелки И тихонечко стреляют Ну пошла компанская кавалерия Но здесь Левицы получают натиск От персидской кавалерии Но левицы теряют Да, 10 человек, но компанская заходит Вторым темпом, она вырежет, я думаю Персидскую кавалерию, но надо ее протаскивать Дальше на персидскую концу Гасить его чарж, не встречать А, нет Ну, что-то здесь Непонятно, персидская кавалерия Заходит в Пельтостеров А конница стоит У Карфагена Не до контроля Ну, не блещет ни один, ни другой контролем Ну, просто более активно играет здесь Дэви Поэтому У него контроль Вот здесь генерал Ну, зачем генерал сейчас побежит на персидскую конницу Персидская конница его просто сольет в хлам Или что здесь происходит Попытка прорваться на стрелку Но это бесполезно Здесь персидская конница стоит охранять это дело Да, и разобрана, разобрана здесь уже Разобран Карфаген Армения Побеждает Вот так нужно было играть Собственно говоря Вот оно В предыдущем бою Не пытаться Видите здесь Делать ставку на пехоту Брать много пехоты За Армению Брать каких-то там Конец ближнего боя За Армению Армению Фракция, которая должна играть Шоковой кавалерии своей У которой Вот видите Прорыв Протаскивание Телохранителей Полководца На Стрелкованную Здесь резерву Все в порядке Все прикрыто Все надежно Перехвачена Генеральская кавалерия И будет моментально сейчас Ликвидирована Пельтастеры Пытаются как-то Откинуться по персидской коннице Кампанская кавалерия Я думаю Ее вырежет И без поддержки Пельтаст Потому что Здесь идет Френдли фаер Зажимается здесь Телохранители Полководцы Здесь уже никаких шансов Нету В принципе Вот здесь Сейчас будет уничтожена Конница Карфагенская В ближнем бою Вот эти тяжелые Знатные Конники Они их Убьют Безусловно Прорывается Здесь кто-то Знатные конные Убегают За ними гонятся Здесь Карфагенская кавалерия Сейчас Конницы Что по Коннице Остается У Карфагена У Карфагена По Коннице Остается только Ну Кампанская кавалерия Ну и все Ну и генерал Как только этот генерал И Кампанская кавалерия Будет уничтожен Здесь два отряда прачников Здесь все На самом деле Расстреляют Пехота Уже не остается У Армении Кстати Ну вот то О чем я и говорил Но Пехота Армении Не способна Чего-то там Существенного Противопоставить Карфагену У Карфагена Всегда будет больше Пехоты Эта пехота Будет более Сильная Чем у Армении Да Видите Разводит Свои войска Уже Здесь скорее всего Жертвуют Отрядом Наемной Кабадагики Хотя непонятно Зачем Нет Вот видите Правильно Дело Пытается ее Спасить Да Он ее вырывает Из боя Ну и собственно У Карфагена Остается Пехота Раз Два Три Отряда И три Отряда Пельтостеров Но Пельтостеры Уже Отстрелены И вот Эти знатные Конницы Она осталась Под конец Она может Очень нехило Себя проявить Заходит С натиска Просто Мощнейшего Пельтостеры Конечно Сразу Не побегут Посражаются Но В конечном итоге Конечно же Будут Уничтожены Что здесь Да Остается Кампанская Кавалерия Можно было Кампанскую Кавалерию Можно было Вообще Стянуть Все свои силы Кучку И действовать Кучей А вот так Разбегаться Ну вот Зачем Огрызок Гривийской Пехот Побежал Уж Смысла Там лежать Нету Конюш Ты не догонишь Особенно Конных Стрелков Стрелков Легких Ты тоже Не догонишь Надо Сгруппироваться Объединить Все войска В одну Большую Массу Такую И уже После этого Пытаться Как-то Действовать Но здесь Уже На самом Деле Уже Все Понятно Все Закончено Осталось Очень Много Конницы У Армении И остались Стрелки И этого Достаточно Для того Чтобы Закайтить Остатки Карфагена Делает Здесь Пытается Натисками Выбивать Легических Палиасфер Но мне кажется Здесь Дэви Просто Провоцирует Поворачивался Спиной К стрелкам Чтоб стрелки Эффективно Отстреливались В спину Вот здесь Идет Натиск Конными Стрелками Но Легийцы Встают Стену Щитов Это неправильно В Риме Втором Это Рим Второй Это вообще Игра Натисков И всегда Нужно Наносить Натиск Если есть Такая Возможность Пытается Поддавлять На самом Деле Может Еще Помернуть Ход боя В свою Сторону Здесь Вот он Если догонит Своей Компанской Кавалерии Стрелков И их Убьет Дальше Изобразит Какой Нибудь Бокс Тогда Шансы Есть Безусловно Но Догонит Он Своей Компанской Стрелков Или нет Ну Есть Такой Шанс Ну Что 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 Происходит В стоячих Объезжают Здесь Знатная Конница Они Фактически Полноценный Отряд Здесь 56 Человек И они Здесь Все Уничтожат Конец Когда прорывается Через 100 лет Противника Она сеет Панику И все Карфаген Дрогнул Армения Одерживает Победу Давайте Посмотрим На цифры То что Показал Ну Здесь Сами Понимаете Исход Боя Кавалерия У Карфагена 9 9 4 9 9 9 4 19 18 18 Ну И вот Компанская Кавалерия 117 Единственный Атек Это нормально Отработал Пельтостера Неплохо 77 50 Прекрасно Мечники На этот раз Сыграли У Карфагена Лучше Чем В предыдущем Бою 135 104 30 106 184 Отличный Результат Ну А остальная В принципе Ничего особенного Сильно Не провалилась Но я Особых результатов Не показала Теперь Смотрим На Армению Топорщики Ну В принципе Достойно 93 127 145 126 Хорошие Результаты Удар Отвратительно На самом деле Вот Посмотрите Какие Просто Мерзкие Результаты Я бы сказал Зато Отыграли Хашки 66 95 189 И они Живы Друзья Они могли Еще дальше Нарубать 126 Фрагов Сделала Кападокики И она тоже Половина Отряда Жива Дальше Тоже Могли Нарубать Лука 65 Прачник 53 И они Тоже Живы И могли Тоже Там Еще Что-то Показать Генерал 89 Ну Собственно Говоря Все Дэви Побеждает 2-0 Всем спасибо За внимание С вами был Камилька Арбарка Лайк Подписка Увидимся Бай Субтитры 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 Субтитры